Каждому человеку дается особая жизнь, особое дарование, особые свойства характера, и постоянно дается возможность выбора. И вот мне, как вот сейчас я вижу в перспективе, все-таки я прожил уже достаточно, в перспективе своей жизни вижу, как Господь особым образом, ненавязчиво, незаметно, вел меня к тому делу, которым я сейчас занимаюсь. Родился я в городе Уфе, в Башкирии. Отец мой был военным танкистом. Такое детство было достаточно суровое. Мне было лет пять. И я ходил на лыжах от военного городка до пекарни за хлебом на лыжах через пустыню, два с половиной километра туда и обратно. Два с половиной. За плечами две буханки хлеба. И мне приходилось там по дому все делать. Это был барак. Носить воду, чистить снег, носить помой, дрова и так далее. Это было нормально, я считаю, потому что сейчас вот дети в Москве, особенно в городах больших, они не умеют трудиться, не знают, что такое, ну как добывать, что ли, своими руками. Все у них готовое, и все, они в праздности проводят время. Компьютеры, телевизоры, развлечения. А такая естественная жизнь, она как бы уходит из города. И человек перестает быть связан с природой, с жизнью такой естественной. Башкирия была, это особое место, это Уральские горы, начало Уральских гор, огромные реки, мощная земля, тоже пространство, неба очень много. Почему я об этом говорю? Потому что эти вот детские впечатления, они остаются в подсознании, может быть, или в сознании, и как-то отражаются каким-то образом на дальнейших событиях. Я начинал в обучении как художник, вначале в училище, в Уфе. Три года я там учился, но училище было достаточно низкого уровня, такого педагогического училища, художественного отделения. Я потом перевелся в Пензенское училище, которое было, ну считалось сильным училищем, и принимали на курс ниже, обычно из других учебных заведений. Но не было на третьем курсе места, и меня приняли на второй. Я отучился еще три года, с большой радостью, потому что я был поглощен полностью только своим делом, и мне не важно было, сколько я учусь. И, в общем-то, я до сих пор учусь. Так вот, я после окончания училища собирался поступать в художественный институт в Москву, в Суриковский. И на приемных экзаменах меня не допустили даже, хотя было направление, и, в общем, достаточный уровень, я думаю. Вот. Ну, я устроился дворником, работал, и тоже вот так вот, можно сказать, случайно, хотя случайного ничего не бывает. Вот. Именно возле Третьяковской галереи мой участок был, который я убирал, и там же мне дали помещение, в котором я мог жить. Однажды такая была встреча, удивительная. Я шел по Волхонке, мимо, где-то возле музея Пушкинского, и навстречу идет такой мужичок, невысокого роста, в кирзовых сапогах, видно, что откуда-то приехал, из глубинки. И говорит, любезный, где здесь русская православная церковь? Я говорю, вот здесь вот, недалеко, показал ему. Он говорит, вы красивый мужчина, князь, быть вам в раю. Я говорю, как я буду в раю, если я в Бога не верю? Он говорит, ну, я вижу, что вы добрым делом занимаетесь, а вера без дел мертва есть. Так что давайте, приезжайте к нам. Я священнослужитель из Псовской епархии, приезжайте к нам, у нас много храмов, и вы расписывать будете у нас. Да, я ему сказал, что я художник, он говорит, да. Вот видите как, это Господь нас свел. Для меня это все было очень странно, мне было тогда лет 25, наверное. Произошло чудо, потому что вдруг пришел один тоже человек, приятель мой, сказал, я вот был в Ферапонтово, такая красота, там стал описывать. Я думаю, да, я поеду тоже. И поехал, и по пути я остановился в Вологде. И зашел, ну, поскольку я интересовался стенописью, там, зашел посмотреть фрески. И в Спасопреженском соборе шла реставрация. Я сказал, что я монументалист, хочу посмотреть. Меня пустили на леса, я стал смотреть. Мало чего я там понимал, потому что эти религиозные сюжеты для меня были совершенно непонятны. Я жил тогда в пространстве светского искусства. Когда я поднялся на леса в купол, там было изображение Саваофа. Это был такой мощный удар. Когда я увидел эти глаза его, я буквально упал в Ницце. И вдруг во мне такой голос прозвучал внутри меня. Посмотри, что ты сделал, и подумай, что ты должен делать дальше. В Вологде самое интересное, это утром я встал в гостинице и слышал колокольный звон. Вдруг меня ноги сами понесли к этому звону ближе. Я попал в церковь. Я решил с батюшкой поговорить, подошел к нему и говорю, что мне делать, душа в грязи. Он говорит, тебе надо креститься. Я говорю, может, я не готов. Он положил мне руку на плечо, так закрыл глаза и говорит, готов. Меня крестил тоже очень старый священник, отец Николай Тихомиров. Хоть он внешне был такой вот немощной, но я видел в нем какую-то необыкновенную силу. И когда вот начался первый мой пост великий, прохождение поста, вернее сказать, и первые дни великого покаянного канона, отец Николай слабым старческим голосом читал, но было всем слышно. И мрак, царивший в храме, свечи только у него и у прислуживающего. И он так возглашал в эту тьму куда-то вверх, и голос его срывающийся, но полной надежды. Это было удивительно. Да, мастерская моя тоже промыслительная очень находилась напротив Спас-Андрониковского монастыря через Яузу. Я каждый день мог видеть этот монастырь, приходя домой. Это все время как напоминание того, к чему нужно стремиться, как бы такое было, то есть к духовному. Я ходил часто туда, а потом, когда вот занялся иконописью, я стал туда ходить каждый день практически и смотреть иконы. И постепенно мне стало это более понятным. Потому что русская душа выработала свой язык и в иконописи, и в церковном пении. Это язык будет служебный, он связан с духовным опытом. И для меня иконопись, в общем, не есть сфера приложения моих художественных способностей, а некий вот этот мистический опыт церковный, который коренится в глубочайшем и в древнейшем откровении данному богу-человеку. Первые вот годы, когда я работал над иконой, я еще продолжал заниматься живописью, поскольку это было нужно. Я как бы кормил иконы, работу иконную. То есть я зарабатывал живописью, а писал иконы, ну, бесплатно или там за малую цену, или как-то еще. А потом постепенно живопись стала сходить на нет, и я стал, наоборот, уже зарабатывать иконописью. Тогда я писал темперой на цельном яйце. Это очень нежная и очень тонкая техника, которой практически, ну, мало кто писал, это я вот... То есть даже вообще не писали в мое время, я не встречал нигде. Мне хотелось этой техникой именно писать, потому что это была древняя, простая техника. Берется целое яйцо, и белок, и желток. И с добавлением, может быть, извести или без извести. Но она не терпела исправлений, не терпела многих слоев. И сразу же, если там трясло, и уже все, краска начинает пропадать, жухнуть, чернеть. Ее невозможно вытянуть на свет, она теряет свою такую бархатистость, легкость. Но она очень нежная и плохо стоит. То есть эксплуатация, она не очень хороша. Тем более в наших храмах очень много свечей, и все коптится, и очень быстро церковь, роспись приходит в такой древний вид. Основой вообще современного искусства, то есть не современного, вернее, а классического искусства, является средневековая живопись. И иконы, в частности. Потому что вся технология, которая была разработана, вся последовательность работы, она вся та же самая в масле. Просто меняется техника. Берется масло, как связующее, вместо яйца. Но сохраняются вот эти этапы подготовок, лисировки, окончания, допустим, какой-то. Это древние техники, то же самое, только другой материал. Фреска, то же самое. Как правило, вообще сейчас в иконопись приходят люди, закончившие художественные какие-то учебные заведения. И приходят люди, вроде бы могущие что-то рисовать, что-то писать. Но когда они начинают с иконой работать, они совершенно беспомощные. Потому что, вот я говорил, что это совершенно иной мир и иной язык. Его просто так не поймешь, и не срисуешь, и не сделаешь. Его нужно пережить многими годами в самом себе. Творчество ведь связано с Творцом. Если Господь творец, если ты связан с Ним, тогда это будет, ну, можно сказать, сотворчество, может быть. Художник-то гениальный тот, кто обладает генами. А гены-то это жизнь, а жизнь-то дается от Бога. Поэтому, если ты не связан с Богом, о какой гениальности может идти речь? Одаренный, несомненно, есть одаренный. Но часто художники ведь бывают, что вот этот дар свой используют в своих личных целях. И это печально. Это как зарывание в землю. Вот человек ведь есть земля. И вот притча о таланте, которую человек зарывает в землю. Это не просто там он пошел, монетку там зарыл и не отдал там прибыли господину. На самом деле, зарыть в земле – это значит утопить в самом себе. Потому что человек есть земля. Адам и есть переводится как «красная земля». Это значит не отдать Богу и не отдать Богу то, что Он тебе дал. Не умножить это, не приумножить и быть с Ним, а просто зарыть. Даже если ты будешь самый гениальнейший, самый известнейший, самый почитаемый, Бог знает чего еще. Оказывается, все это не то. Господь нам дает ведь все это не для того, чтобы мы использовали для себя, а для того, чтобы через нас прошло вот это вот чудо жизни.